Это игра, всего лишь игра И я, детектив Не-не-не, не детектив Детектив, так оригинальный Разгадаю все ее загадки И ты увидишь это, прямо сейчас В общем, дело было так Закинули меня на космический корабль Дело расследовать Говорят, мол, ты самый лучший детектив Так иди, разберись Ну и пошел я, значит, разбираться Ну, в принципе, дело-то раскрыто Убийцу я нашел Но вот как донести информейшн до команды по ту сторону жизни? А Шишевой знает Ну, не стоит огорчаться В детективной школе нас учили Если вас замочили, это не страшно Ищите и лучшие стороны во всем Даже за и смерть Принято решение пропустить голосование Один предатель остался Конечно же, я вынес урок из всей этой ситуевины Никогда не буду мастероваться больше под повара В лабораторном халате Похоже, это слишком палевно И мою легенду быстро раскрыли А еще я выяснил, что призраки не ходят через стенки И автоматические двери любезно открываются умершим Да, призраки пошли уже не те Кстати, несмотря на то, что убили всего одного меня В нашей увлекательной команде Члены экипажа все-таки смогли найти убийцу То есть я принес себя в жертву То есть моя миссия выполнена Детектив погиб, но все остальные живы Диджей, диджей, диджей Эйв оказался предателем А детектив лузер Детектив, член экипажа Обнаружит одного предателя, даже не дернув мизинчиком своей левой ноги В тот раз, этот эпичный раз Я решил прийти в форме Ну то есть с жетончиком, со шляпой Ну как положено детективу Я думал, что если я буду так одет То наверняка меня первым не убьют Потому что это было бы слишком подозрительно Все эти увлекательные постеры были на том космическом корабле Я все ходил и разглядывал Все ходил и разглядывал Пытался найти зацепочку Из которой я соберу цепочку И смогу найти этого предателя Несмотря на то, что корабль был новый В раздевалке пахло потными носками Это очень подозрительно Конечно же, я записал это в свой блокнотик После раздевалки я зашел в кабину для обеззараживания И обеззаразил свои потные подмышки Хм, а может быть в раздевалке пахло моим потом? Пока я занимался своим потом По кораблю раздался страшный крик Я выяснил, что Одного члена экипажа мы потеряли А второго убили Но где? Где убили? Я сразу же включил свои детективные способности И начал расспрашивать Команда оказалась очень сложной И никто не дал мне нормального ответа Тогда я решил предположить Что нужно пропустить это голосование Порой, чтобы найти убийцу Нужно сделать два шага назад И один вперед Я решил отпустить ситуацию И заняться своими личными вопросами А именно тарифом сотовой связи Тебе пять раз дороже Да как так-то? Почему? Почему мне дороже? Я что, особенный? Я же детектив Мне должны быть какие-то скидки Мне нужна связь Чтобы спасти вас Ну и еще парочку приложений скачать мне нужно Команда не смогла принять единого решения Голосование пропущено И снова с чистого листа Я помню тот раз, как сейчас Мне нужно было отправить факс на землю Вниз И оповестить своего босса Что все в порядке И дело продолжается Запускай Чудок-то так Капец Бородить мои устные раки Наконец-то А чем это Здесь пахнет Труп Это был мой первый труп в жизни Я решил не поддаваться панике И ввести номер своей карточки В управление Зачем я не знаю Но это сработало Меня отпустило Мой брат Ааааа Ааааа Да Это было страшно Тот паренек, который подбежал к трупу Орал как резный По всей видимости Это был его брат Но это меня волновало Меньше всего Ведь я был на месте преступления И меня начали подозревать Пришлось применить Великие и ужасно лживые методы Чтобы отвести от себя подозрения и продолжить расследование, мне пришлось сообщить, что Черный был со мной в кабине управления. И в управлении не было трупа. И никто больше не знал истины, кроме нас троих. Это был ужасный поступок в тот момент. Но мне нужно было отвести от себя подозрение. Я сообщил, что Желтый возможно убийца, и он врет про управление. Там не было трупа. Это Черный, сказал Розовый, и все подозрения от меня отошли. Красный, но Черный. Так, ребят, подождите, тут у нас Черный есть, но в смысле, который Красный. Дело раскрыто. ФБР, открывайся! Что за хрень? Третий день. Новый корабль и снова предатель. Это был жуткий день. Тогда практически всех перебили. Суета на корабле задалась с самого начала. Все суетились, бегали туда-сюда, и уследить за кем-то конкретным мне не удавалось. Да и я сам особо не хотел. Выбрал тактику в ожидании. В самые первые минуты кто-то нажал тревожную кнопку. Но вся проблема в том, что эта кнопка не работала, и никто не мог донести о ком-то. И даже если кто-то из нас увидит убийцу, никто не сможет рассказать об этом. Ну, разве только если на собрании с трупом, если этого человека, который заметил убийцу, конечно же, не прирезали. Поэтому я принялся ходить и смотреть в глаза всем, кого встречу. Понятное дело, это была не очень хорошая методика, но я проходил ее в школе. И когда человек смотрит тебе в глаза и отводит их, есть что-то в нем подозрительное. А это означает, что вполне вероятно, что он мог бы быть убийцей. В какой-то момент мне показалось, что желтый имитирует выполнение своих заданий и обязанностей. Тогда я решил выполнить то же задание, что и он. И увидел, что лазеров нигде нет, и я не могу даже определить, стреляю ли я или нет. Поэтому все, кто смотрел и наблюдал за мной, могли также меня подозревать, как я желтого. Бумчик и Саске. Я даже сейчас помню эти имена. Они просто стояли и смотрели мне в спину, как будто хотели убить. И сразу же в голову закралась мысль, а может быть на корабле теперь двое предателей? А не один. Ну вот и начало. С первой жертвы все пойдет кубырем вниз. Я не стал выжидать, предполагать, а просто начал рубить. Моя дедукция подсказывала мне, что это возможно фиолетовый, и я стал по нему бить. А ко мне, как ни странно, прислушивались. Да, это было фиаско. Но что поделать, такое подозрение. Тогда я начал присматриваться к желтому. Ведь он очень быстро управился со стрельбой. Что вызвало у меня снова подозрение. Я решил нажать кнопку, но в тот момент я еще не знал, что она не работает. Я узнаю это именно сейчас. И только я хотел сообщить экипажу о том, что желтый довольно подозрительный, как наша дискуссия сразу же подошла к концу. После первой смерти экипаж перестал доверять вообще кому-либо. Все ходили кучкой, пытаясь держаться вместе, но в то же время косились друг на друга. И лишь я один знал, что я, именно я, не предатель. Когда я решил повторно нажать на кнопку, я выяснил, что больше доступа у меня к ней нет. Пришлось намеренно ждать убийства, тем самым пожертвовав одним членом экипажа. Но пока я ждал этого момента, я подрабатывал инженером. Пойду-ка я, пожалуй, кто... Не понял. Трупак! Наконец-то дождался! И в этот момент я понял, что все члены экипажа мертвы, кроме троих. Это черный. В люк лазил, вроде. Черный. Ответь что-нибудь. Не, это не я. Отлично. Голосуем против коричневого. Дедукция меня еще никогда не подводила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»